Всем привет! Сегодня мы распакуем и протестируем автокомпрессор от бренда, входящий в экосистему Xiaomi компании 70Mai. Старшая модель насоса от данного бренда достаточно крупных размеров и, на мой взгляд, неудобная к размещению в авто. Новинка же, наоборот, очень компактная и поместится практически везде. Ее размещение будет зависеть только лишь от вашей фантазии. Приходит устройство в белой матовой коробке. Внутри лишь сам компрессор и инструкция по применению, которая, кстати, переведена на русский язык. Насос выполнен полностью из качественных материалов. Его главной особенностью является цифровой манометр и дисплей. Спрятан он под темным пластиковым окошком. Также на лицевой панели находятся четыре кнопки, которыми можно менять единицы измерения и выбрать необходимое давление, по достижению которого компрессор автоматически отключается. Благодаря этой особенности можно очень точно и равномерно накачать и поддерживать давление в шинах вашего авто. В нижней части компрессора находится мягкий силиконовый шланг, который протянут в специальные ниши и прячется под пластмассовый лючок. Длина шланга составляет 60 см, на конце которого находится навинчивающийся наконечник. И если честно, мне такой не очень нравится и наверное я докуплю быстро накидной. Также под лючком находятся три дополнительных насадки и шнур питания, длина которого более 3 метров. На конце этого шнура естественно штекер для прикуривателя. По заявлениям производителя данный насос может потреблять до 10 ампер и накачивать шины со скоростью 25 литров в минуту. Шнур питания и шланг выполнены из достаточно мягких материалов и мне кажется, что свою работоспособность в обещанные производителем минус 30 градусов они сохранят. Ниша для них очень скромных размеров, но на мое удивление запихнуть все обратно оказалось реально. Вот только лючок никак не хотел закрываться. Нет, ему ничего не мешало, просто реализация защелки никудышняя. И раз они накосячили здесь, могут накосячить где-нибудь еще, поэтому я решил разобрать и посмотреть как все устроено внутри. Открутившись винтов снимается весь корпус, а все содержимое закреплено на передней лицевой панели. Внутреннее устройство не вызывает особых претензий, двигатель имеет пассивное охлаждение, плата выполнена фабричным способом, все хорошо закреплено и проклеено виброгосящими материалами. Вот только так хорошо разрекламированная металлическая шестерня не имеет совершенно никакой смазки. Возможно я ошибаюсь, инженеры компании все просчитали и она здесь просто не нужна, а может как и с защелкой пластиковой дверцы, просто накосячили. Сидящий во мне автомеханик подсказывает, что ее необходимо смазать. Ну так, на всякий случай. Смазав основную шестеренку, я отправился к автомобилю, чтобы проверить его в деле. Давайте же посмотрим, что из этого вышло. Итак, тест я производил летом. Температура воздуха составляла 35 градусов, радиус моих колес 14. На нижней части корпуса есть специальные прорези, для того чтобы не передавливало шланг и шнур питания. Полностью спустив колесо, я совершил первую попытку на заглушенном авто. Уровень шума выдающимся назвать нельзя. Он здесь такой же, как и у всех китайских компрессоров. По сравнению с моим предыдущим компрессором, этот малыш на удивление качает быстро и равномерно, ну разве что после двух атмосфер, немного замедляет свой темп. Я установил секундомер, чтобы точно зафиксировать результат, а видео я ускорю в несколько раз, чтобы не отнимать ваше время. По достижению заданного давления контроллер отключает компрессор. От 0 до 2,5 атмосфер этот малыш справился за 4 минуты 17 секунд. На мой взгляд это отличный результат. При выборе давления меньше чем в колесе, компрессор просто отображает нынешнее давление. А значит, если вы решили подспустить шины, то придется делать это по старинке вручную. Чтобы просто проверить давление в шинах, достаточно подключить компрессор. Именно поэтому я хочу купить быстронакидной наконечник, чтобы постоянно не накручивать шланг. Напряжение в бортовой сети автомобиля на заведенном двигателе немного возрастает. Именно поэтому я решил завести и повторить тест. Конечный результат сильно не изменился. Погрешность была настолько незначительная, что ее не стоит брать во внимание. К моему большому сожалению, мне не удалось найти колеса большего диаметра. Но у меня почему-то нет сомнений в том, что наш малыш с ними справится. Лично мне в нем не хватило быстронакидной насадки и нормально по-человечески закрывающейся крышки. Но это все с легкостью перекрывается его ценой, цифровым дисплеем, автоотключением и конечно же его компактными размерами. Выкинув из машины старый компрессор гигантского размера, я испытал кучу положительных эмоций. Ну а у меня на этом все. Я благодарен всем, кто смотрел это видео. Не забываем подписываться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok